библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий гердж добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами читаем третью книгу маковеев и я прочитываю небольшой отрывок потом даю комментарии к тому что мы прочитали итак первая глава филопатор узнав от прибывших к нему что антиохам отнят и бывший в его владениях местности отдал приказ всем войскам своим пешим и конным и взяв с собой сестру свою арсеную отправился в страну рафию где расположены были станом войск антиоха тогда некто феодот решился исполнить свой замысел взял с собой лучших изверенных ему птоломеем вооруженных людей и ночью проник палату птоломея чтобы наедине убить его и тем предотвратить войну но его обманул досефей сын дремила родом иудей впоследствии изменивший закону и отступивший атлетическая вера он поместил в палатке одного незначительного человека который и пришлось принять назначенную птоломею смерть давайте разбираться значит книга в греческом тексте ну и даже и в русском видно начинается несколько неожиданно и это действительно так по мнению исследователей скорее всего рукопись которая легла в основу всех последующих рукописей она обрывалась то есть было какое-то начало которое рассказывала о предыстории событий которое описывается в первой главе но у нас этой предыстории нету поэтому мы читаем так как она есть то они 4 филопатор который жил в конце 3 века там разные даты приводит ну приблизительно так двести двадцать третий двести третий двести двадцать пятый там вот вот в эти года он правил филопатор это его прозвище любящий родители люби любящий отца она немножко такая издевательская с одной стороны потому что история говорит о том что он умертвил своих родителей но с другой стороны это имя там чеканили на монетах вот и он узнает что царь сирийский который здесь назван антиохом такого действительно антиох это антиох третий великий начинает войну об этих войнах есть рассказы но здесь не очень важно про этот потому что мы нам нас интересует что было дальше так вот начинается война и филопатор идет навстречу антиоху у нас называется страна рафия на самом деле это не страна это город он по направлению газе вот и он туда идет значит где войско и берет он свой здесь названа сестра арсено это действительно сестра но потом он на ней женился когда точное время неизвестно была ли она тогда уже женой его ли только сестрой ну в общем такая то есть значит некто феодот об этом феодоте если это именно тот о котором идет здесь речь это был сначала сторонник толемея филопатора а потом он переметнулся к антиоху вот он решил напасть ночью на шатер где был 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 филопатор чтобы его убить и он подготовился вот здесь у нас сказано не значит собой лучших и звериных ну птолемея вооруженных людей исторически там даже называется сколько их было там двое вот он решает проникнуть но у птолемея есть телохранитель который здесь зовут досифей он хотя и еврей но потом он отступает от иудаизма впадает язычество но вот этот телохранитель подсказывает царю что нужно там в другой палатке спать и когда император царь уходит на его место кладут какой-то человек который похож на царя и вот как раз его т.д. его досифей положил а феодот его убил потом происходит сражение антиох побеждает и когда дело идет видимо гибели гибели египетского царства арсенои выходит на поле битвы распускает волосы знать печали потому что там когда кого-то хоронили древние греки снимали повязки распускали волосы и плакали вот она распустила волосы ходит по стану плачет уговаривает воевать и обещает что если будет победа то каждый получит две мины золота сколько это мина мина это четыреста двадцать три грамма 60 миллиграммов золота то есть достаточно большой кусок и это две мины это почти килограмм золота каждый получит если будет победа откуда деньги ну наверное из царских сокровищ вот и воодушевленные египетские скобках греческие войны они сходятся в битве они побеждают и захватывают пленников а антиох отступает хорошо после того как победа читаем дальше достигну своей цели филопатр рассудил пройти по ближним городам чтобы ободрить их исполнив это и снабдив капища дарами он одушевил мужеством подвластных ему когда потом иудеи отправили к нему от совета и старейшин посолов поздравить его поднести дары и изъявить радость и случившимся то он пожелал как можно скорее прийти к ним филопатр естественно язычник он правитель язычник он отправляется по тем городам которые видимо попали под его власть чтобы они увидели его как царя чтобы они поняли что он хороший царь и он проходит эти города и посещает капище посещает капище естественно приносим жертвы его везде пускают потому что он царь никаких ограничений у них нету иуде которые под властью теперь филопатра тоже отправляют к нему отправляют к нему послов чтобы показать свою лояльность вот и естественно филопатр решает пойти в иерусалим чтобы и его посетить как здесь называется одушевил мужество в подвластных ему так выдушевил дата выдушевил значит и идти в иерусалим иерусалим естественно важный город но плюс к этому естественно там находился храм и об этом храме конечно шла слава его знали и естественно царю было даже интересно еще посетить он язычник то есть он верит в большое количество богов и для него прийти и принести жертву еще одному богу это вполне нормально и что он и делает прибыл же в иерусалим он принес жертву великому богу воздал благодарение и прочее исполнил приличествующий священному месту и когда вошел туда ту землю он был величием и благолепием удивляясь благоустройству храма пожаловать его святилище значит могли ли язычники входить в храм до могли были специальные места где язычник мог войти и побыть в этом месте ко времени возвращения из плена особенно во время эллинизации евреи начали заниматься миссионерской деятельности то есть они обращали людей в иудаизм и если человек принимал обрезание то он становился евреем и мог ходить в храм как и прочие остальные евреи которые родились там еврейских родителей но были люди которые интересовались вера в истинного бога но не принимали еще обрезание они тоже ходили в храм их тоже допускали и был специальный двор который назывался двор язычников где они там могли стоять правда это двор язычников мы знаем из раскопок храма который уже реконструирован был реконструирован иродом великим позже но видимо такое место тоже было вот могли люди туда зайти царь тоже туда зашел он был поражен храмом были принесены жертвы жертвы приносились за язычников например в канонической части библии рассказывается о том что приносили жертвы за персидских царей он были принесены жертвы что-то там он сделал еще видимо внес какие-то пожертвования и что он решает сделать дальше после того как посетил вот то место где могли быть все он решает войти во святилище скорее всего им речь идет не о первой части храма куда могли входить только священники он видимо захотел зайти во святое святых ему сказали что не следует этого делать ибо никому из и из своего народа не позволительно входить туда и даже священники но только одному начальствуешь на теме первосвященника при том однажды в год но никак не хотел слушать прочитали ему закон но и тогда не оставил он своего намения говоря что он должен войти пусть они будут лишены ты они будут лишены этой чести но не я и спрашивал почему когда он ходил храм никто не присутствующих не возбранил ему и и когда никто не смотрели сказал что это худо было сделано он отвечал но когда это уже сделано пока вы же бы на то не было причине то не должен ли ему во всяком случае войти хотят они того или нет значит как вы помните из кине а затем храм был разделен на несколько частей была часть которая называлась двор куда могли входить люди которые приносили жертвоприношения но основном конечно там были священники потому что народ когда была скине стоял вокруг скине когда уже храм был создан был специально сделан двор где находились обычные молящиеся был двор где приносили жертвы а дальше и в скине и в храме было специальное помещение сначала это была палатка потом это просто здание где которое было разделено на две части первая часть называлась святилище или святое туда могли входить священники только священники кстати даже левиты не туда не заходили они туда могли войти не часто они туда заходили но несколько раз в день и было еще одно место которое называлось святое святых в этом святом святых в скине и в первом храме который построил соломон стал копчик завета и вот это в этом место в это святое святых священник мог зайти только один раз в год здесь у нас сказано однажды в год это не означает что один раз заходил это означало что он заходил один раз в год на самом деле священник в этот день который называется ем кипур и день очищения несколько раз входил и выходил из святое святых но туда он мог войти только только первосвященник причем с определенными действиями с определенными ритуалами и вот царь он хочет войти не во двор где жертвы приносились куда видимо его пустили не в святилище а он хочет войти во святой святых осмотреть его во времена когда это все происходило святое святых уже было пустое во время вавилонского нашествия в пятьсот восемь шестом году до рождества христова иерусалимский храм был разрушен и ковчег завета погиб то есть там пустое место и священник заходил кропил то место где когда-то стал ковчег завета поклонялся и уходил а место было пустое и об этом вот святом святых ну и вообще как бы в русалимском храме куда был действительно закрыт вход с почти всем людям значит ходили всякие легенды о том что вот что-то там в святое святых что-то там есть и там фантастические легенды ходили вот но и вот филопатор решает что он должен туда зайти вот хотя его останавливают ему объясняют что потому что заходить только священник ему читают из книги левит что только для священников ну царь с таким сарказмом лику лукавством спрашивает а вот когда я в храм заходил который не должны заходить язычники почему вы меня впустили вот а тут еще кто-то сказал ну ладно ну и пускай заходят вот вот и тогда царь услышал это и он так хватается за это слово говорит ну нравится вам не нравится хотите вы не хотите но я войду ну вот как бы история немножечко приостанавливается и идет описание того что происходит читаем дальше когда священники священных одеждах пали ниц и молились великому богу чтобы он помог им настоящей кранности удержался стремлением насильственно вторгшихся храм наполнился воплями слезами оставшиеся городе сбежали смущение полагая что случилось нечто необычное и заключенные своих покоя где вы бегали с матерями посыпали пеплом прахом голы оглашая улицы рыданиями стонами другие же во всем на во всем наряде оставив приготовленный им для встречи брачный чертог и подобающий стыд беспорядочно бегали по городу а матери и кормилицы оставляя и там и и здесь новорожденных детей иных домах другие на улицах недержимо сбегались во святейший храм так разнообразно было молитва собравшись а в случае святотатственного покушения ну давайте здесь разберемся значит священники молятся народ который об этом услышал пришел в движение кстати очень интересно вот когда читаешь описание истории того что происходило с евреями до вавилонского плена ну наверное бы они внимания не обратили ну хочет кто-то зайти во святой седу да пожалуйста за заходи но когда евреи вернулись из плена они стали другими то есть для них вера храм исполнение закона стало очень очень серьезным и вот здесь народ начинает сбегаться причем чтобы показать насколько смущение насколько наступает там движение в городе автор так описывает что вот девушки которые обычно сидели дома вот на этой женской половине выбегают на улице значит посыпают пеплом и прахом показывая вели величайшую скорбь они плачут и рыдают невесты которые либо готовятся к свадьбе либо уже на свадьбе тоже все бросают тоже выбегают на улицу рыдают матери и кормилицы в величайшем там смущение детей оставляют бегут все бегут в храм весь иерусалим приходит движение ну давайте дальше читать так разнообразно было молитва собравшись и посудчицы это тайственного покушения вместе с тем некоторые граждан возымели смелость не допускать дома домогавшегося вторгнуться исполнить свое намерение они воззвали что нужно взять за оружие и мужественно умереть за закон отеческий и произвели в храме великое смятение с трудом быв удержаны старейшинами священниками они остались в том же молитвенном положении народ как и прежде продолжал молиться даже бывшие царем старейшины многократно пытались отвлечь надмены вот ум от предпринимаемого намерения но исполните дерзости и все и все пренебрегшие он уже делал шаг вперед чтобы совершенно исполнить сказанное прежде видя это и бывшие с ним начали призывать вместе с нашими вседержителя чтобы он помог в настоящей нужде не допустил такого беззакония и номинного поступка от совокупно напряженного тяжелого народного вопля происходил неврозимый гул казалось что не только люди но и самой стены и все основания выпияли как бы умираю уже за сквернение священного места те люди которые более радикально настроены они готовы даже умереть они хватаются за оружие и только правители и священники их останавливают понимая что если они нападут на царя за царя вступится гвардия и начнется просто кровопролитие который может закончиться большущей кровью вот но вот это напряжение растет советники царя то есть сами язычники они останавливают царя и говорят не надо этого делать не надо устраивать бунт понятно что иерусалим можно залить кровью но зачем нужен мертвый город вот но царь он как бы прет и не останавливается вот он к своему намерению видит свою цель и его ничто не останавливает и тогда уже даже язычники начинают обращаться к истинному богу чтобы этого не произошло и вот шум гам напряжение что же будет дальше но об этом уже во второй главе мы с вами были на библейском портале экзегет меня зовут дмитрий добыкин спасибо за внимание до скорой встречи дмитрий добыкин